Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал Настоящее Время. В эфире программа Археология. Будущее. Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. Студия Сергей Медведев. Будущее наступило ровно 150 лет назад, в 1869 году Дмитрию Ивановичу Менделееву, как говорит легенда, во сне явилась его периодическая система элементов, был открыт периодический закон. Была создана в своего рода азбука современной химии, современной науки. И с тех пор ученые заполняют пустые графы таблицы Менделеева, создавая все новое, сначала открывая, затем и создавая все новые и новые элементы. Конечно ли таблица Менделеева? Будет ли открыт когда-нибудь самый последний тяжелый элемент таблицы? И вообще, каковы горизонты химии в 21 веке? Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. В марте 1869 года Дмитрий Иванович Менделеев опубликовал самый первый вариант своей знаменитой таблицы, носивший тогда название «Опыт системы элементов, основанной на их атомном весе и химическом сходстве». Вопреки широко распространенному мифу о том, что она приснилась Менделееву, к созданию таблицы ученого подтолкнула его работа над курсом лекций по общей химии. В процессе работы над этим Менделеев столкнулся с трудностями систематизации изложения материала, описывающего химические элементы. Ученым на тот момент уже было известно о сходстве некоторых элементов, но ни одна из существовавших на тот момент таблиц не охватывала все известные. После создания таблицы Дмитрий Менделеев отправил ее в ведущие международные научные журналы и лучшим ученым мира. Схема неоднократно дорабатывалась, пока не приобрела привычный для нас вид. Это то, из чего состоим мы, все, что нас окружает и из чего состоит сама Вселенная. Десятки химических элементов. 150 лет назад один человек обнаружил в этом, казалось бы, хаосе фундаментальный закон природы. У нас в гостях Михаил Васильевич Астахов, заведующий кафедрой физической химии университета МИСИС, доктор химических наук, профессор. И Александр Георгиевич Мажуга, ректор РХТУ Российский химико-технологический университет имени Менделеева, профессор РАН, доктор химических наук. Ну, поскольку у нас все-таки повод для разговора сам Менделеев, и, так сказать, действительно огромная фигура, я думаю, в конце еще пару слов о нем скажем, поговорим. Но вот разобраться с этим мифом. Я вот лично не вижу противоречия, что он во сне увидел таблицу. Ведь он работал над ней, думал над ней не одно десятилетие, и потом решения интуитивные приходят над тем, над чем ты думал. А если мы будем говорить, ну, сразу там развеянчивый миф, это вообще Дмитрий Иванович очень любил раскладывать пассианс. И одна из гипотез и версий, что у него были карточки с химическими элементами, они действительно у него были, и он, раскладывая их определенным образом, увидел определенный момент, вот именно закон периодичности, то, что свойства элемента повторяются. того, как они расположены в рядах и периодах. Поэтому я бы не верил в мифы о том, что она им приснилась, а больше придерживался этой версии. Как конечный вариант. Ты, когда заложил карточки, посмотрел, заснул, и она приснилась. Ну, карточки лежали. Ну, пассианс, да, это тоже интересная гипотеза, как некий, так сказать, способ упорядочивания неких рядов. Но он, как я понимаю, долго шло человечество к этому открытию, то есть были люди, которые замечали, так сказать, изменение свойств по мере накопления атомной массы? Ну, шесть таблиц до Митлёновича Менделеева, шесть таблиц было существовало. Триады, пентады, там масса всяких, по спирали даже распадывали, все это было. Мейер единственный, кто очень близко подошел к этой таблице, Мейер. Ну, мне кажется, он проиграл, потому что не писал учебника по неорганической химии. А Менделеев когда писал, вот на этих карточках, которые... Ну, уникальность открытия в том, что именно периодичность свойств, и то, что он сказал, что они через определенные... Да, он предсказывает свойства неоткрытых элементов. Ну, то есть, конечно, ведь таблица Менделеева — это не просто графическое изображение элементов в виде той таблицы, как мы привыкли сейчас это видеть. Это закон. Это закон, который показывает, что свойства, химические, физические свойства элементов повторяются по мере переизвижения по таблице Менделеева с увеличением их атомной массы. Действительно, Михаил Васильевич правильно говорит, что таблица Мейера, она очень похожа на нынешнюю у нас сейчас таблицу Менделеева. Но в таблице Дмитрия Ивановича, собственно, и в этом смысле периодического закона, были пустые ячейки, которые... На тот момент было 63 химических элемента. 62, кажется. 62, 63, 63 химических элемента, да. Но у Дмитрия Ивановича были пустые ячейки. У него были элементы эко-бор, эко-силиция, эко-алюминия. То есть неизвестные на тот момент элементы, но с предсказанными свойствами, вплоть до совпадений в величинах атомных масс, плотности и химических свойств. На плотностях он и поймал, собственно, открытие. И все открытые вещества, они совпали с его предсказаниями. Как я понимаю, там галлий, германий, скандиней. Галлий, эко-алюминия стал галлием через 5 лет. И на самом деле мэйер признал, сказал, что да, действительно, в этом было величайшее открытие, величайшее понимание закона Дмитрия Ивановича, что он смог предсказать, ему хватило смелости предсказать новые химические элементы, чего не хватило тогда от мэйера. И мэйер признал, что это действительно заслуга Менделеева. Больше этого не сделал никто, предсказывая свои свойства новых. А форма таблицы сохранилась? Она такая же сейчас? То есть, в принципе, мы живем с той же 150 лет назад, созданной таблицей Менделеевой, просто заполняем новые графы? Нет, я не знаю. Представления таблицы существуют разные. В нашей стране говорят, что это короткая форма таблицы, которая была у вас в ролике представлена. Есть расширенная таблица, где... В школьных кабинетах висит короткая форма. Она впечаталась вообще в голову, как портрет Некрасова. Она для нас удовольствована, она для нас привычная. За границей, в Европе, в Штатах существует длинная форма. Но это все тоже не меняет суть и не меняет смысл. Просто длинный период, короткий период, по итогу всего. Да. Главное и побочное представлено вместе или отдельно. То есть, это никак не влияет на сам закон. Это совершенно, конечно, удивительная вещь, когда я думаю об этом. Фактически, что найдены тот конструктор лего, те кубики, из которых создана материя. То есть, Менделеев, грубо говоря, описал устройство материи. Ну, материи не знаю, я не знаю, но элементов точно. Элементов, да. Ну, как бы кирпичиков, из которых создана материя. Предсказывая каждого элемента, его валентность и так далее, можно сказать, что это тоже конструкция материи. Потому что были разные разногласия по поводу разной валентности. Но когда элемент вставал на свое место, то было понятно, что это не пять возможностей валентности, а четыре. И поэтому это очень мощный. Если можно, еще вот то, что там у вас было в свое время, мы разговаривали. Все новые элементы, когда говорят изучить их свойства, мы можем не изучать их свойства, мы можем предсказать эти свойства благодаря дисменилии. Потому что все эти элементы живут в микросекунду, ну, максимум, там, минуты. Вот это вот, да, вот это вот следующий вопрос, который я хотел задать. Значит, в чем сейчас заключается задача химиков? Постоянно бомбардируются ядрами, так сказать... Это не химики. Физики, ядерщики, да. Физики, ядерщики. Ну, да, но в химическую таблицу они затем вставляются. То есть просто они один за другим создают такие сверх-сверх-сверх тяжелые изотопы и вписывают в таблицу Менделеева. Ну, да, конечно. Это когда-то кончится? У вас есть мишень, да, там, уран, например. У вас есть ядра, которые разгоняют быстро, там, кальций сейчас самый классический. Секунду, чтобы, да, объяснить нашим зрителям, как я понимаю, поправьте, если я не прав, последний существующий в природе элемент, это был 92-й уран. Да, да, все правильно. Все, что после урана, все это уже, так сказать, на установку, созданное для человека. То есть мы больше в природе, большего элементов мы не обнаружили. Мы исчерпали, да, всю кудовую природу. Вот первый, который был искусственный элемент, продолженный технецей в 1937 году. Какой? Технецей. Технецей. Ну, вот, как наши хвалятся, Дубна, что вот за последние 50 лет открыты элементы, большая часть открыта в Дубне, хотя совместно с другими учеными из Японии, из Зиме Великой. Есть же элементы дуба... Дубней. Дубней, да, да. Дубней. Ну, там много элементов, которые в честь... У нас шесть элементов, которые в честь России нашли. Слушайте, ну вот, действительно, что открыли уран, и подведена черта под ураном? В природе больше ничего нет дальше урана? Стабильно. Стабильно. Да, конечно. И даже то, что, так сказать, прилетает из глубокого космоса, там, на каком-то астероиде, тунгусском метеорите, не может прилететь какой-то новый элемент? Нет. Или таблица Менделеева говорит нам, что больше элементов невозможно? Да. Нет, таблица, она не закрыта. Мы не говорим о том, что таблица закрыта. Она открыта в одном направлении, да? Она открыта в одном направлении. Только что мы будем создавать все более тяжелую. Вниз. Да. Вниз. И, значит, да, вот я вас прервал, значит, расскажите, что происходит? Ставится уран, да, изотопы урана, и начинает бомбардироваться. Да, начинает бомбардироваться. Да, начинает бомбардироваться. Смерится уран, да. Изотопом определенным Дальше за счет слияния происходит увеличение Массы и появляется новый элемент То есть грубо говоря Совсем уже чтобы грубо К ядру прилипают все новые Протоны То есть они слепляются В огромные ядра 150 Ионами, нейтронами, протонами Частиц И эти ядра очень мало живут Там буквально какие-то миллисекунды Их надо успеть уловить и зарегистрировать Они живут по-разному Островской стабильности Там есть немножко более живущие Но дело в том, что Поскольку они живут все равно Не вечности, а быстро распадают Поэтому как химия, с точки зрения химиков Она для нас, как химиков, мало интересна Потому что мы создадим Он распадется Опять-то на то, что создан Поэтому в данном случае Интересно Читал я своим пытливым гуманитарным умом Есть некий остров стабильности Что пытаться найти Некое нащупать Количество ядер На которых они будут дольше жить Его еще не нашли? Нет, почему? Максимум не нашли Максимум нашли Он предсказан Существование в принципе Такого острова И сейчас в настоящий момент Есть элементы Это не про элементы Это про их изотопы Всего изотопов Там около 3000 Сейчас известно Ну и то, что В принципе, конечно В будущем Возможно появление новых Изотопов Которые будут стабильнее Чем то, что есть сейчас Вот физики придумывают Семь, модеровать То или иное ядро Другого элемента Могут получить Вот этот максимум Жизнеспособного элемента Но все же Я вот думаю Это что Исчерпывает Все устройство космоса То, из чего состоят звезды Вот эта вот плазма То, из чего состоит солнце То, что может быть Ну я не знаю Так сказать Вот говорят О этой темной материи Говорят о черной дыре Понятно, что она не излучает Мы не можем знать Но чисто теоретически Можно попытаться Предположить, что там Существуют Может быть Какие-то другие элементы Другая элементная база Тогда другая будет Система Менделеева Да Другая система Менделеева Но то, что мы сейчас имеем То, что к нам прилетает Никуда не леет Мы как экспериментаторы С доказательной базой работаем Да, с доказательной базой Мы работаем с тем, что у нас есть И пока сейчас Все, что к нам прилетает Из космоса И то, что мы привозим Даже из космоса Все попадает В набор элементов В таблице Менделеева Практически по квантамеханике Наверное, в последнее время Когда описывают Тяжелые ядра То уравнение Шенгера Которое мы все привыкли Все знаем Как с ним работать Уравнение Шенгера А, Шенгера Да, тот, который код Ну, так я бы сказал Реликимический эффект Начинает превалировать И уже уравнение Шенгера Должно быть преобразовано Считается по-другому Потому что в данном случае Вот, как вы говорите Приближается Точнее, летят со скоростью Это все моментально меняет То есть одновременно Скажем, атом может быть В двух местах На одном и на другом Нет, атом нет Электрон, да А вот атом нет Электрон Атом будет стоять стабильно Да Поэтому в данном случае Ну, в данном случае Электрон Вот в этих супертяжелых ядрах Он себя ведет Как код Шенгера Который то ли жив, то ли мертв Ну, здесь Ну, вот я не знаю Вот обсуждали с коллегой До начала Все известные нам Вот электронные оболочки Структуры Которые там П-структуры Которые все говорят Это восьмерка Кантель Ядро Ядро и так далее Все электроны летают По этим траекториям И, соответственно Химические связи И химические соединения Образующие этого Все известно Но когда вот Перешли к тяжелым Эти же П-электроны А точнее Д-электроны Становятся Ну, образуют сферу Сейчас быстрого движения И это свойства Уже немножко другие Потому что Хотя это Д-электроны Ну, в смысле Д-элемент Или П-элемент Как хотите называть Но свойства уже Становятся другими Ну, поскольку мы С секундами не работаем Для того, чтобы Синтезировать что-то новое С такой скоростью То пока вот А новые элементы Они чем-то удивляют? Есть какие-то свойства Которых не ожидали? Вот я читал Вот открыли Нихоний Там, Московий Что, Флеровий Что они Это все по имени По имени, конечно Флеров Да, Флеров Аганессон Аганессон Юрий Цалакович Аганессиан Неживущий Да Руководитель Научной Руководитель Они, да Они чем-то удивляют Эти новые элементы? Опять же Все зависит от свойств И времени Да Там последний элемент Живет Там 0,6 миллисекунд Миллисекунд И это достаточно Для того, чтобы Задетектировать Каким-то физико-хемическим методом Там Ну, масс-петрометрии Обычно Просто посмотреть массу По треку Как он летит И это Вот Аганессон Элемент Последний Восьмого периода Восьмой группы Инертные газы Его невозможно Изучить свойства Потому что Его Понятно Ничтожно мало Это там Десятки Может быть Тысячи Сотни Атомов Всего получается Да И невозможно Подержать в руках Мы же химики Экспериментаторы Нам хочется Подержать материалы В руках Посмотреть его свойства Хотя Проверьте Пускай даже Какую-то Одну секунду Но когда это Миллисекунды Это уже становится А вы химики Экспериментаторы Существует Теоретическая химия Конечно То есть Как воображаемые Материалы Выображаемые элементы Финская теоретика Предсказала Что 170 элементов Предел Таблицы Медельева А сейчас Какой открыт 118 118 Подождите 170 Это предел Да Ну как Это теоретически Что тяжелее Просто не будут Существовать ядра Нельзя Не удерживаться Ядро Протон-нетрон Не удерживает Электроны Они сами Рассыпятся Да Ну может быть Что-то То есть Ближайший Горизонт Вот этой Вот Физики Ядерной физики Ближайший Горизонт Не 107 Ближайший Горизонт Горизонт Потому что Это еще До этого Горизонта Ну вот 30 лет Обещали 130 элемент В течение 21 века Открытия Да вы что А столько Длинные Переды Конечно Ну у нас Получается 63 было известно 150 лет С момента Открытия Сейчас у нас 118 элементов Можно сказать Что мы 60 элементов Открыли за 150 лет Никогда не думал Что в природе Что-то может быть Настолько Конечено Что так сказать Нам известен Конец Что Будет Найдеть Самый последний Тяжелый элемент И все Ну если найдут Черную материю Которую Вы говорите Да и что они внутри Пока конечно Пока Какой-то там Теоретически Рассчитанный Предел Есть Но он там Настолько Недостижим А черная материя Это всерьез Ученые Говорят Или это все-таки Больше из области Фантастики И такой Науч-научпопа Тут наверное Скорее надо Не знаю К астрофизикам Обращаться Чтобы они смотрели Чтобы они смотрели Телескопы И смотрели И регистрировали Все что там находится Мы к сожалению Туда Заглянуть не можем Но эти 170 элементов Они будут В тех же рядах Таблицы В тех же периодах То есть от металлов К инертным газам Все это Тот же путь Но все они будут Радиоактивные Ну Пока Непонятно Но пока Да Пока да Ни одного стабильного Мы не нашли Потому что если был стабильный Наверное Где они Будь на Луне На Марсе На Венере Или где-то у нас Мы могли бы Наверное Что-то попробовать найти Но пока Мне интересен Если уж мы говорим О таких Больших Законах Вселенной Состав Вселенной В основном Это Углерод Нет Мне кажется Что вот какой-то Нет По крайней мере Живой Живой Жизнь Потому что Какую-то особую Мистическую роль Играет четвертая группа Там Кремний Там Углерод Такие Важные вещи Кремний Конечно Это там основа Там Большая часть Не органических Материалов А углерод Это основа Всего живого Основа органической Все что у нас Все что у нас есть Там аминокислоты И там Нуклиновые кислоты Они построены Традиционно Из углерода Водорода Азота И кислорода Вот четыре основных элемента Когда мы говорим Мы переходим К Олигинуклеотидам К нашей генной информации Там добавляется Фосфор Если мы говорим О природных других Аминокислотах Это серо То есть Ну такой-то Ограниченный набор элементов Но самое распространенное Конечно Это углерод В заключении Этой части передачи Раз мы вот такой уже Так сказать Астрофизикой А элементы Они появлялись По мере Эволюции Вселенной Эволюции материи Или вот как Вселенная Была создана Со всей своей сразу Периодической таблицей Со всей набором элементов Есть ли Бог Или нет Бога Это привитый Из-за того же разряда Хотя в принципе Как утверждают Опять теоретики И так далее Что В принципе Создавались Создавались Тяжелые элементы Достаточно простых элементов Даже зафиксированы Некоторые такие То есть Есть некая Эволюция элементов При большом взрыве Был какой-то базовый набор Я бы так сказал Я не могу на этот вопрос ответить Это сложный вопрос Откуда что происходило Мы знаем Откуда зарождалась жизнь Как это происходило Из каких наборов Простейших соединений Неорганических Как появлялись первые аминокислоты Как они собирались Опять же Это гипотеза Это только предположение Как они собирались Простейшие белки Пептиды И дальше Как строилась генная информация Тут все понятно Как зарождались Сами элементы Тут наверное вопрос Дискуссионный Дело в том Что можно рассказывать На эту тему Когда рождается звезда Из легких элементов Создаются за счет Ядерных реакций Да За счет разверных реакций Создаются тяжелые Ну это можно рассказывать Можно говорить Можно двигать В виде гипотезы Что физики Или там Остономы делают Но вот с точки зрения Так я бы сказал Сегодняшнего Ну синтезировать Мы на земле Не можем Из атомового водорода До икида урана Да У нас как-то Пока не получается А вот с точки зрения Полного таблицы Ну или полной Или таблицы Менделеева Которую мы знаем Элементные Ну по крайней мере Все опыты Которые были поставлены На частиц На пыли космической Иногда говорят Только об одном Что это Все те элементы Которые есть Таблица Менделеев Ну это еще раз Подтверждает Гениальность этого открытия То что 150 лет назад Была действительно Как бы открыта Азбука И периодичность Повторения Элементов И свойств элементов В азбуке этой материи Открытие Дмитрия Ивановича Менделеева Продолжим буквально Через пару секунд Продолжаем наш разговор Об открытии Менделеева Открытие периодического закона Об этом же рассуждает Профессор кафедры Общей химии Института МПГУ Юрий Медведев В сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко Что касается Первой части вопроса Насколько совершенно Периодическая таблица Периодическая система Кстати Менделеев Всегда говорил Периодическая система А не таблица Так вот Сравнивать-то по сути дела Не с чем Сравнивать с рядами Деберейнера Или с таблицей Мэйера И вы знаете Что главный конкурент Менделеева Это Лотар Мэйер Но он Составив свою таблицу Не сделал Никаких выводов А после Сетовал на весь мир Как можно На основании Вот таких шатких Утверждений Менять атомные веса Общепринятые атомные веса Многих химических элементов Поэтому то Что сделал Менделеев Это конечно Открытие первоклассное Он единственный Кто пошел дальше И на основании Своей системы Увидел то Что не видели другие Новые химические элементы И детально описал Их свойства Дело в том Что только в воспоминаниях Иноземцева Профессора Коллеги Дмитрия Ивановича Менделеева Содержится Вот упоминание Об этом мифе Который потом Был растиражирован Но Сам иноземцев Об этом сказал Да чуть ли не Через 40 лет После того Как это вот Вроде бы Произошло Поэтому других Каких-то достоверных Сведений о том Что Менделееву Это приснилось Нет И когда Журналисты У Дмитрия Ивановича спросили Правда ли Что периодической Таблице приснилось Вам во сне Он дерзко заметил Да я может быть Всю жизнь Над ней работал Да А вы говорите Что она приснилась Во сне Нужно сказать Что сам Менделеев Был прекрасным Пиарщиком И может быть Вот этот миф Зародился Благодаря ему В том числе Я охотно Допускаю это Если речь идет О профессионале Менделееве Да То есть Это не юношеские Какие-то увлечения А уже профессионал То нужно сказать Что сам Дмитрий Иванович Говорил Что самое главное Это Это физическая химия А кроме этого На склоне лет Он писал Что вот Четыре службы Родине Это учительство Это периодический закон Это метрология Ну и вот Собственно Его любимая Физическая химия Так что Химиком он себя считал Хотя Занимался Кроме химии Да трудно сказать Чем он не занимался Можно Двух человек Вот в России Назвать Учеными Энциклопедистами От начала И до конца Это Михаил Васильевич Ломоносов И Дмитрий Иванович Менделеев В отличие от всех Своих предшественников Которые тоже пытались Составить нечто Периодической таблицы Дмитрий Иванович Менделеев Оставил пустые места В этой таблице Для тех элементов О которых Никаких сведений То не было И даже Предсказать невозможно было Менделеев Первый Гениально Совершенно Предсказал И описал Свойства этих элементов И уже при жизни Менделеева Несколько элементов Были открыты Это Галлий Германий Ряд других элементов И первооткрыватели Этих элементов Он назвал Утвердителями Периодического закона И свойства Этих элементов Оказались Абсолютно Такими же Как и предсказывал Менделеев Весь мир Убедился В справедливости Учения О периодичности Так вот 118 элементов На сегодняшний день А сколько может быть И вы знаете На этот вопрос Разные лаборатории В разных странах Пытаются дать ответ Ответ каждый раз Разный А вот Сколько Вроде бы Одни теоретики Говорят 130 137 элементов Другие говорят Что 160 Максимум Поживем Увидим Ну а мы возвращаемся К нашему разговору Михаил Васильевич Астахов Александр Георгиевич Мажуга Я хочу сейчас Поговорить О Будущем Химии Мы говорили сейчас О создании новых О синтезе новых Элементов В таблице Менделеева За счет бомбардировки Ядер О конструировании Новых материалов Которые сейчас происходят Это вот часть И органической И неорганической химии Конечно Да Одна из основных задач В настоящий момент Химиков Химиков Технологов Материаловедов Это создание новых материалов С заданными свойствами Мы Хотим получать Новые конструкционные материалы Новые материалы Для фармацевтики Новые материалы Для строительства И много-много Где еще Для электроники Для электроники С заданными свойствами При этом Мне кажется Даже сейчас Уже меняются подходы К этому процессу Сейчас мы активно Используем Методы цифровые Мы используем Методы для того Чтобы предсказывать Свойства материалов Мы используем Методы для того Чтобы моделировать Свойства материалов И в настоящий момент Если раньше мы действовали Методом проб и ошибок То сейчас мы можем Моделировать Химические процессы Материалы Предсказывать заранее Свойства И получать уже Материал с нужными Заданными свойствами Иметь карту С исследованием Грубо говоря По которой надо идти Раньше мы шли По интуиции А сейчас Это некая Уже появляется Область И карта Вашего поиска Она становится более Точная Или по крайней мере Имеет требующие Меньше усилия Это очень важные обстоятельства То есть Подобно тому Как Менделеев Своей таблицей Мог предсказать Свойства элементов Точно так же Полностью на компьютере Можно смоделировать Материал с заданными Свойствами Плотностью Электропроводимостью Теплопроводностью И какие Можете примеры Привести Вот таких Наиболее сейчас Успешных И широко Используемых Материалов С программированными Свойствами Большой Плот здесь связан С материалами Например сплавами То что активно Развивается В университете Миссис Это сплавы С эффектами памяти Тут очень важно Тоже правильно Создать стихиометрию В этом сплаве Подобрать компоненты Правильно их смешать Приготовить материалы Дальше изучить И это материалы Которые могут быть Использованы В абсолютно различных Областях От фармацевтики От медицины Заканчивая Стройками Или чем-то Да, Михаил Васильевич Ну, датчиков Да Подождите Сплавы и в медицине Ну, в смысле Вы хирургический инструмент Конечно Не только Импланты А, импланты Да, например Катетеры Которые должны Сначала Вы их вводите В одной форме Потом вы должны Воздействовать Они приобретают Исходную форму Например, от нагрева Или от чего-то И занимают Место Как это нужно А вот стенды Которые ставят Да, стенды При стентировании А вот этот Базовый раздел На органическую энергию Он по-прежнему Это как бы Основное Органическая Неорганическая химия Да, конечно В большем То есть Как Исторически Так сложилось И дело в том Что органики Сейчас синтезируют Громадное количество Материалов Совершенно с новыми Свойствами Поскольку Ну Органический щит Не ограничен Каждая Аж группа Или Какая-то Какой-то Атом прицепленный К старой Известной Органики Дает новые свойства Ну Неорганическая Немножко хуже Но тем не менее Фуллерены Нанотропки Графены Появились Вот да Вы произнесли Волшебные слова О которых Я и хотел поговорить Конечно Всех Страшно Интересует И интригует Графен Собственно Для химиков Здесь никакой Загадки нет Это просто Одноатомный Тонкий слой Углерода Просто Расщепляется Графит До этого Но в чем Тогда загадка В чем Ну не загадка А в чем Уникальность И такая Футуристичность Этого материала Что Что он чуть Не перевернет Но поскольку Все-таки Наши физики Открыли Хотя говорят Что он был Ради открыт Более того Есть сведения Что из космоса Тоже где-то Чего-то Нашли Графен А из космоса Открыл По-моему Гейм Гейм Геновасилов Ну понимаете Это Одномерный Наноматериал Грубая Ну бензольные Кольца Если так Соединенные Графит Выходит соединенные В некой последовательности Проводимость Понятно Да С точки зрения Площади Соотношение площади Данного объекта Что у него есть Аттернационные Способности Ну потом Оксид Графена Сейчас используется Широко Ну и более того Графен Повлек за собой Кремниевые Такие же Вот то что Графит может Такое дело Почему нельзя Сделать это На кремнии На кремнии Сделали Получили Такие же Свойства Трубки Получили А и это На кремнии Тогда получается Что можно Микрочипы Бесконечно Уменьшать Ну да Определем Потому что Свойства Мономера И соответственно Одном измерении И свойства Тонкой пленки Множко отличаются Поэтому здесь Осторожно К этому Надо уходить Хоряк А на графе Не компьютер Можно Или там У него Другие Свойства Проводимости Сейчас Собираются 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 Делать Уже Некоторые Эксперименты Даже есть Потому что Я вроде как Ну поправьте Меня Если я не прав Что я так Понимаю Что он Какой-то Абсолютный Диэлектрик Графен Нет Что Он У него Нет Вот этого Переключения Там Как На кремнии Это может быть Пропускает Ток Не пропускает Ток 0,1 Нет Ну вы говорите Что пропускает Не пропускает Вообще Он хороший Проводитель Вообще Проводник В данном случае Его можно Переключать Только за счет Того Что вы Сделаете Сним Ну Вот Солакси Графена В одном Случа Японцы Получили Что Вот эти Кремниевые Нанотрубки Если их По разному Ориентировать Или по разному Управлять Они могут Быть Либо металлом Либо Полупроводником Ну Ну Здесь Тоже Понимаете На графену Тоже Нелегко Работать Но Тем не менее Сейчас Очень усиленно На этом Теме Работают И Надеюсь Что Там Будут Большие Успехи Большой Ну С графеном Связан Суперконденсатор Вот Мы На графене Сделаем Такие Ёмкость Такие Пока Это Все Не Получается Нанотрубки И Наномашины Что Это В чем В чем Их Особенность В принципе Если Мы Говорим О Нано Машинах Нано Трубки Опять же Это Та же Руглерод Та же Самая Форма То есть По сути Графен Это Разрезанная Вдоль Нанотрубка Развернутая Это В чем Смысл Этого Операции Это Один из Способов Потенциально Получения Графена За Одным Размером И За Одной Длиной Хотя Это Достаточно Сложно Делается Нано Машины Есть Много Нано Нано Машины Нано Роботы Это Некие Устройства Нано Размеры Которые Лежат В определенном Диапазоне Которые Должны Какую-то Выполнять Реальную Функцию Но Началось Конечно Все это С таких Полуфантастических Исследований Когда Действительно Была Нано Машина У которой Было Четыре Колеса Которые Представляли себя Фуллерены У нее Как графен Как углеродные Трубки Как карбин Еще Как алмаз То есть Машина Сделана Из четырех Сферических Фуллеренов Посередине У нее Был Такая Лопасть Которая Тоже Была Органическим Материалом Основной Ароматических Соединений И дальше При помощи Облучения Вокруг Двойной Связи Крутился Материал Двигал И действительно На какие-то Ангстремные Наномикробовые Расстояния Эта машина В зависимости Но это же Прототип Если мы говорим О будущем То мы же говорим О том Где это может Быть использовано Конечно Говорят Что эти Наномашины Наномнороботы Должны быть Использованы В медицине Что Такие Наномашины Должны обладать Терапевтическим Эффектом Попадая в наш Организм Достигать Пораженной Ткани Или органа Осуществлять Какую-то Терапевтическую Функцию Восвобождать Лекарства Или что-то Делать И потом Выходить Из организма Влоть до хирургии Крючный Влоть до хирургии Нанохирургии Есть такое То есть Микрохирургии Изнутри Могут осуществлять Достигая Пораженного Органа Да И осуществлять Манипуляцию И при этом Еще желательно Выпускать Лекарства Такие Да Даже Джеймс Тур За это Получил Нобелевскую Премию За создание Таких Наномашин А вот Такой вопрос Химия Работает с категорией Живого И неживого Вот эти Наномашины И нанотрубки Они ведь Как бы частично живые То что вы рассказываете То что движется Ну они да Ну как Как простейшие Какие-то Да Они реагируют На воздействие Внешней среды То есть Бихевиоризм Какой-то появляется Они Вот Это полуживое Ну как полуживое Это машина Которая От какого-то воздействия Действительно Начала двигаться Но это все Полностью синтетическое Сделанное руками человека Ну философский В химии В химии Есть вопрос Живого Да Живой-живой Материей Неживой Мне кажется В химии Как-то особо нет Мне тоже Я не То есть Знаете Мы стараемся Что-то сделать Аминокислоты Что-то еще Но это Так я бы сказал Ну окончательно Мы пытаемся Химики пытаются Конечно Воссоздать Какие-то процессы Природные Как пример Например Создание новых Катализаторов Да В природе Есть металлоферменты Фермент Катализатор Природный Который Осуществляет Определенные Химические реакции Ну вплоть до Получения аммиака Превращения Оксидов азота В нитрат Очень важные Для химических реакций И химической промышленности Процессы Бактерии делают Это очень просто У них есть металлофермент Комнатная температура Нет давления Нет жестких условий Нет ничего Наши процессы Химические Делают ту же самую реакцию Но в очень тяжелых условиях Это либо высокие давления Высокие температуры Присутствие Катализаторов Разнообразных Кислотных Или основных И конечно Химики учатся у природы Пытаются создать процесс Который бы моделировал И лимитировал природный И осуществлял Такие же функции Это вот такое направление Это химия Или это уже биология Это что-то на стыке И в принципе Возвращаясь к разговору Органической и неорганической У нас сейчас Очень много работ Идет междисциплинарных И самая интересная работа Они именно на стыке Разных дисциплин Причем абсолютно непредсказуемых Раньше Нужно подумать Про органическую электронику А сейчас Это органические молекулы Которые Сейчас это уже Процесс Который работает То есть грубо говоря Можно вырастить микрочип Можно создать Одномолекулярный проводник Молекулу Которая бы у вас Была бы тем или иным Проводником То же самое С биологическими системами Вы можете В пробирке Получить аналог Природной системы Которая так же функционирует Как и в природе И работает так же Это вот это живое Или это не живое Ну тут такие тоже Вопросы философские Уже скорее В стирании границ Между живыми и неживыми В чем больше познаем мир Тем ближе мы приближаемся К живой природе Поскольку у нее Надо учиться Учиться и учиться Конечно То есть в химии Это у вас тоже на глазах происходит Вот это стирание границ Органической и неорганической Приближение к живой природе Ну вот я несколько раз Об студенту рассказываю Как мы знаем Структурированная окраска Структурированная краска Когда животное меняет Свой цвет В зависимости от состояния Это оказывается Расстояние между пластинками Тоже наноразмерными Чуть дают воду Расстояние между пластинками Увеличивается И моментально меняется цвет Ну то есть не моментально Но через какое-то минуту времени Бабочки Окраска Это не пигмент окрашивающий А это структура крыла Так что это тоже Одно из таких Я думаю Какие-нибудь модники Будут гоняться За этой краской Для автомобилей своих Вот где рынок Более того Пришло на вечер В платье одном Подошло Подошло К чего-то другому Платье изменило краску Это уже В другом Поэтому В данном случае Это очень важная обстоятельность Тем больше на них стираем Ну да Здесь действительно Как бы живое Есть какие-то материалы Которые можно назвать Живыми материалами Вот знаете Ну так и здесь литературно У Сорокина Вот его В его антиутопиях Очень часто используется Вот какая-то живородящая ткань Живые материалы Такого К такому химии не приближается? Нет Ну то что вы сейчас уже сказали Это частично такой живой материал Который используют Таких примеров много Например там есть материалы Подсмотрели у там У всяких ячериц Почему они прилипают? Посмотрели как структуру на лапках У них там ворсинки Сделали аналог химический Тоже создает материал Который адгезивный Прилипает к чему-то Мотогейман тоже на эту тему Очень много работает С точки зрения вот этих Наноструктур Выращенных Искусственным путем Типа геконовских лапок Ну да Гекона Который Толкнул Да Да И у меня где-то даже снимок есть То есть Ну Журнала Что человек Совершенно спокойно Ледит по стеклу За счет За счет Вот этих Структур Специальных Примерно Я говорил То есть Эмуляция живой Живой материи При помощи Материалов С задаваемыми Свойствами Воспроизводит Ну да Но здесь Неизбежна Конечно Философия Возникает Вот это Учимся У живой природы И возвращаемся В природу Ну собственно Это мостик В заключительной части Наши передачи Потому что мне кажется Менделеев был тот человек Который в своей невероятной Циклопедической Мультидисциплинарности Он понимал вот эту вот связь Всего со всем Продолжим буквально через мгновение Продолжаем отмечать 150-летие Периодического закона Дмитрия Ивановича Менделеева Периодической таблицы Менделеева 2019 год ЮНЕСКО был объявлен Годом Менделеева Годом периодической таблицы И химики у нас сегодня В нашей программе Я своим Гуманитарным умом Чусь Понять хотя бы Малую часть того Что они здесь рассказывают Напомню Это Михаил Васильевич Астахов Завкафедры физической химии Университета МИСИС Доктор химических наук Профессор И Александр Георгиевич Мажуга Ректор РХТУ Имени Дмитрия Ивановича Менделеева Профессор РАН Доктор химических наук Ну давайте Все таки юбиляру нашу Ну не совсем юбиляр Да Но все таки Таблица юбиляра Какая милая детиша Да Да О Менделееве Пару слов скажем И действительно парадокс Человек настолько Увенчанный лаврами Одновременно Как я с удивлением прочел Доктор и Кембриджского И Оксфордского университета Первый Первый Да Этого никто практически до него Потому что это такая конкуренция Плачьи двух Но при этом он забаллотирован Был Российской академией наук Не стал В первом чтении Ну затем Ну по крайней мере До первого чтения Вы его не прошли Тем более что доклад делал И он Толица Менделеева Один шутник Который вот собственно Доложил А он в это время занимался Другой деятельностью Вообще не странно Я тоже поскольку Посмотрел Утверждает Что всего 10% Своего времени Менделеев Тратил на химию Увлекался Увлекался Безумно количеством Всяких Интересных вещей Мне кажется Это очень широкий человек Не только в химии Но просто Ну так Талант есть талант В данном случае Потрясен Да И геология И метрология И экономика И там Воздухоплавание И чего только И еще много хобби Разнообразных Чемоданы Да Знаменитые Чемоданы Это клеи У меня такое ощущение Потому что мы знаем Это клей Он придумал состав клея Который давал Он может сделать ему Чемодан Не потому что он так А вот это Именно клей давал Вот эти клееные То что вот фибровые Чемоданы Ну вот что-то в этом роде Но вот дело в том Что вот не отскакивала кожа Как у других От этого чемодана Сундуков Больки Талантливый человек И при этом Он занимался Большой очень Общественной деятельностью Да Особенно Возвращаясь к теме К нашей 150 лет Тут еще важно Отметить Что Что Таблица Менделеева Она Называется только В России И в советских странах Постсоветского пространства И задача Вот этого года На самом деле Для всего Сообщества Химического Сделать так Чтобы в конце года Когда будет закрытие Года таблицы Это будет в Японии 6 декабря Таблицы официально Присвоили имя Менделеева За это идет сейчас Активное движение Потому что У нас называется Периодическая таблица Химических элементов Имени Дмитрия Ивановича Менделеева За границей Это просто называется Periodic Table Нет упоминания Менделеева Хотя вот кстати Недавно же нашли В Сент-Эндрюс Самую старую таблицу Существующую сейчас И на ней действительно Написано Менделеев Менделеев Таблицы химических элементов Поэтому Все химики Нашей страны И всего мира Сейчас выступают С таким движением Официально В конце года Присвоить таблицы Имя Менделеева Но признание Его было Достаточно быстрое Да Ак периодического закона Мировое признание Наступило Буквально в течение Года-двух Ну тем не менее Не совсем так Долгий был Это было долгий И где-то не до конца Многие говорят Что это мэйр Это его заслуга Но Сам же мэйр И говорил о том Что это действительно Заслугами Дмитрия Ивановича Менделеева Да, что Александр Георгиевич Сказал в свое время Что вот эти Скандии Эко-бор Эко-люминий То все Было сразу признано И мэром В том числе Что это Совершенно другое По сравнению С тем Что Сделал он Грубо говоря Ну первое Открытие Которое было Через Кажется Пять лет Пять или шесть Галей Галей Через Пять лет Понятно Да Это была переписка Менделеева Об этом прочел В журнале Совершенно случайно И написал Не помню сейчас фамилии Но написал Человек Который открыл Галей И соответственно Он даже Поправил Поправил С точки зрения Вес А Менделеев Сказал более точно Чем тот человек Который Который открыл Там была небольшая Десяток буквально Как из плотности Нет Там четыре Было Грамм на сантиметр Кубийский А Менделеев Сказал Пять и девять А там было шесть По-моему Ну что-то Ну там Это во французской Лаборатории Почему я смотрю Галя Германия Скандия Германия Затем в немецкие Скандия Где-нибудь там В Швеции В Галии конечно Во Франции А кто Есть какая-то Международная организация Которая присваивает Эти имена Да ЮПАК Странные выступают С инициативой Последние три элемента Да Россия выступила С инициативой Их название И дальше ЮПАК Проводит опросы Химического сообщества Голосуют коллеги И выносят решение Так или иначе Назвать химический элемент И нам приятно Кстати вот Аганессон Прошу прощения 118 элемент Юрий Салакович В честь него Назван этот элемент Это единственный элемент В таблице Менделеева Названный в честь Живущего человека Больше таких примеров нет И мы кстати Очень надеемся Что в этом году Наша страна Подаст Юрий Салакович На Нобелевскую премию За открытие Сверхтяжелых элементов Вместе с коллегами Он именно этим О чем мы рассказывали В первой части И занимается Да Создание новых Сверхтяжелых Да Сверхтяжелых элементов Под его руководством Много химических элементов А кстати как это у вас Называется на профессиональном языке Создание элементов Или открытие Синтез Синтез Ну да Синтез Ну по сути это Да Это создание Это не открытие То есть мы Теоретически знаем Что они возможны Но в природе Они не существуют Ну тут кстати Вот было недавно сообщение Что открыли Получили И поймали 130 элемент Но это проскользнуло Но это проскользнуло Тут же еще очень важно Как Должны подтвердить Другие коллеги Открытие Вот мы получили В Дубне И кто-то должен был Подтвердить Эти эксперименты За границей По предложенному По этой методике И только да Считается да Действительно Открытие состоялось Поэтому вот Было сообщено О том Что новый элемент Найден Но никто не смог Подтвердить это Я так понимаю Что только Несколько стран А лабораторий Способны этим заниматься Япония Америка И Россия Да И это всегда Коллаборация Вот как Случай последних элементов Что-то делалось В Дубне Что-то делалось В Лерморской Лаборатории В Штатах Что-то делалось В Японии Там мишень В одном месте Выделили в России Кальций Мишень привезли В Дубну Кальций Наш Облучили вместе То есть это всегда Очень хороший Международный Это как специализация Отдельной лаборатории Специализируется На отдельных Частях Частях этого процесса Кто-то специализируется Кто-то Чтобы был процесс Быстрее Параллельно Делают Кто-то делает Одно Кто-то другое Это очень хороший пример Взаимодействия Научной группы И Дубна Действительно Ведущий Международный центр Внутри 16-9 Дня Вот Собственно Российская Отрасль В данном случае Она на Мировом уровне Находится Конечно На передовой Вот это все осталось От старых времен И Я думаю Что она задает Как бы Направление И тон И тон В мировой науке В этой области По Синтезу Изотопов Да Ну Получение Новых элементов Прикоследованию Да Получение Да Говоря об изобретениях Об инновациях Вопрос Абсолютно Так сказать Любительский Но которого Не можем Избежать И может быть Разве эти миф По поводу Менделеева и водки Сразу 40 градусов Водка Когда Менделеев Было 9 лет Водка уже в России Была Более того Именно Такой концентрации И единственное Мне кажется Я честно Просто не знаю Кто Но Поскольку там Борьба шла За 2 градуса Плюс-минус Но единственный Момент Был По которому Это вот Если ты поджигаешь Она горит Значит Ты не разбавленная Понятно Да Потому что Водка горит Если меньше Вот этих 40% То водка Не горит Там же вроде Есть мерный стаканчик Вот этот полугар Да И должно Выгореть Ровно 50% Подъем Ну Самое главное Что Она загорелась Да Потому что Некоторые водки Просто В принципе Не горят Там слишком Много воды Но вот Менделеев Открыл Собственность Что Плотность Вот этого Раствора Вода Спирт Совершенно Другая Когда Ну При Определенной Копароцентции 1 к 3 А тогда У вас Получается Плотность Наиболее Наибольшая Вот у нас Даже студенты Делают Лабораторную Работу Так На парциальные Мойные Объемы Когда определяют То вот Они это делают И у них Получается Что Есть Такое Изменение Плотности При Определенной Сотношении Я думаю Легенда Пошла от того Что диссертация Менделеевла Посвящена Исследованию Растворов Соединение Спирта С водой И он Как раз Действительно Обнаружил Что там Уменьшается Объем Это же Не только 40 Он брал Проценты Это как всегда Там Разная Концентрация Одного Другого Исследования Диссертация Была посвящена Этому Я думаю От этого И пошли Все Я думаю Как С точки зрения Фольклора Антропологии Мне кажется Это очень важно В национальном дискурсе Как легитимизация Русской водки Как бы Не то что мы пьем Мы пьем По науке Сам Сам Нитилеев Определил 40 градусов И вот мы Русские Пьем правильно Более того Там было еще Так У всех химиков Принято Что во что лить Воду в спирт Или спирт Воду И в зависимости От того что льет Получается Совершенно Разные Вкусы Да Молоком В чай Или чай В молоком Почему Кислоту в воду Или воду в кислоту Слушайте А и что Получается В чем Дело в том Что Вы знаете Есть Портвейны Которые У нас в свое время Были Которые Пить было Невозможно Есть Португальский Портвейн Который Так вот Для портвейна Сладкое вино С неким Добавкой Спирта Когда спирт Добавляют В воду В вино То там Образуется Ассата Которые Очень устойчивые И вот Все хорошие Портвейны Где-то До пяти лет Выдерживаются Чтобы Вот это Ассата Разбились И разошлись Поэтому Понятно Что Нужно Вот к какому Практическому Совету Приходит Заключение Эфира Да Вот это Я понимаю Ну слушайте У нас буквально Пара минут Остается Поскольку Программа Все-таки Футурологическая Да Какие Вы видите Горизонты И главные Задачи Стоящие Перед Современной Химией Ну на Следующее Обозримое Там Десятилетие Двадцать лет Ну опять же Повторюсь Это Материалы Новые Материалы И конечно Это Фарма Новые Препараты А как Это Делать Уже Тут Можно Фантазировать Это Могут Быть Нано Роботы Это Могут Быть Квантовые Технологии Для Расчетов Это Материалы С Абсолютно Необычными Свойствами Но Вот Это Материалы И Фарм Ну Я думаю Что Абсолютно Коллега Прав Что Знаете Вообще Наука Очень Интересна С точки Из-за Что Когда Ты Понимаешь Что Ты Хочешь Или Что Нужно Ты Начинаешь Этим Заниматься Многие Вещи Открываются Совершенно Неожиданно С точки Дения Того Непредставления О том Что Происходит А когда Есть Еще Вектор Который Занимается Доставка Лекарственных Препаратов С помощью Различных Соединений Капсул Микрохот Нанокапсул Понятно Что Надо Делать Как Это Сделать Так Что Это Шарик Внутри Которого Будут Специально Препараты Будут Еще Магнитные Свойства С помощью В данном Случа Магнита Доставить Лекарственный Препарат К тому Органу Дать Ему Раскрыться Чтобы Именно Весь Организм Травить То Что Мы Говорим Анальгин Можно Пить Пачками И ждать Когда Зуб Пройдет А Можно Буквально Положить Сюда К Того Места Таргетирование Ну Да Теперь Когда Я пью Анальгин Надо Ждать А Если Не Анальгин А Против Раков Препараты Я Просто Наблюдал Очень Много Вещей Когда Человек Принимая Проходя Химиотерапию Как Это Называется Травит Практически Весь Это Да Ну Да Сейчас Это Да Более То Есть Вот Это То О чем Вы Рассказывали Заданные Свойства Которые В том Числе Будут Приходить Точно По Адресу Точность Применения Не Травят Целиком Всего Человека Еще Важный Момент Конечно Это Управление Мы Не Говорили Об Управление На Буквально Из Атомов Пока Это Простейшие Сами Молекулы Десяти Атомов Под Электронным Микроскопом Когда Вы Можете Собрать Ту Или Молекулу Нужным Образом Я думаю Это Будущее Это Фантастика Я понимаю Что В Гордиров Там Они Разлетаются Мы Берем Один Атом Пододвигаем Другому Соединяем Вот Это Я думаю Что Тоже И Молекул Атом Сер Хосфор И Будут Совершенно Другие Свойства Этого Среднение Которые Так Практически Может Быть Невозможно Удивительно Рассказываете Химическая Реакция Сбор К В свое Время С удивлением Слушал О Редактировании Генома Точно Так Вы Говорите О Редактировании Молекул Да В Крисп Редактировании Очень Много Химии Это Тоже Химия Огромный Горизонт Но К сожалению Время Нашей Передачи Подошло К концу Но Знаете Мне очень Интересно Что Я очень Рад Что Стоялся Такой Разговор Потому Что Мы прошли От Космогонии От Создания Материи До Принципов Вливать Спирт Воду Воду В спирт И Теориетического Закона Которым Мы Сейчас Отмечаем Спасибо За этот Разговор Александр Роможока Михаил Астахов Меня зовут Сергей Медведев Программа Археология Будущее